МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 10 лет полет нормальный. На днях главный путеводитель Нижнего Тагила Центра развития туризма ответил первую круглую дату. Поистине стальная воля победителями с этих всероссийских соревнований вернулась тагильская команда «Шаг вперед». Дисциплина в футбол на электроколясках собрала 750 участников из 25 регионов России, а также Белоруссии. Сегодня в парадном зале Демидовской дачи глава города устроил чемпионом торжественный прием. Алексей Алексеев с подробностями. С футболистами команды «Шаг вперед» глава города Владислав Пинаев встретился за чашкой чая. Тагильчане завоевали первое место на финальном этапе турнира «Стальная воля» для спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мне приятно, что именно команда из Нижнего Тагила, увлеченных спортсменов, смогла достичь той цели, которую перед собой поставила. И буквально на днях в Сочи одержали победу в российском турнире. Это практически, по сути сказать, чемпионат России. Футболом на электроколясках Александр Коченков и его товарищи увлеклись всего полтора года назад. Успеха удалось добиться, несмотря на отсутствие возможностей полноценных тренировок. Ведь занятие данным видом спорта требует серьезных материальных затрат. Мы сплотились так вот и были все один за одного, да, так сказать, ой, один за всех и все за одного. Если у нас в дальнейшем появится еще самый главный инвентарь этой коляски, то я думаю, что мы будем еще сильнее. В ходе беседы обсуждалось предложение создать в Нижнем Тагиле секцию футбола на электроколясках, где могли бы заниматься все желающие. По мнению главы города, такая возможность есть. Тем более, что этот вид официально зарегистрирован Министерством спорта России в качестве спортивной дисциплины. Мне кажется, вот то желание у ребят развиваться дальше, расти, совершенствоваться, мне кажется, надо его поддерживать. И я думаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы их идеи воплотить в жизнь, реализовать и помочь им развиваться дальше. Еще одна идея команды «Шаг вперед» – организация у нас турнира областного уровня. Если с Российским футбольным союзом удастся договориться о предоставлении инвентаря, он может состояться уже в январе будущего года. Экология и защита окружающей среды, озеленение городского пространства, повышение безопасности на тагильских дорогах – эти вопросы обсудили члены Молодежной Думы на заседании своей комиссии по развитию городской среды. Молодые депутаты продолжают принимать активное участие в решении проблем по благоустройству Нижнего Тагила. Сегодня на заседании мы рассматривали вопрос о благоустройстве акватории Иван-Озера. Участвовал в обсуждении этого вопроса активно Вадим Анатольевич Раудштейн. Пришли к выводу о том, что нужно этот вопрос отправить в Молодежный парламент. Мы подписали акт о сотрудничестве с Молодежным парламентом летом этого года. Просим их в содействии в данном вопросе. Далее мы рассмотрели вопрос о делегировании членов Молодежной Думы в профильную комиссию по озеленению нашего города. Этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Молодежной Думы. Ну и одним из вопросов, который у нас является основополагающим нашей работы, это вопрос анализа наших предложений по безопасности дорожного движения, которые мы отправили в ГИБДД и в администрацию города. Когда были получены соответствующие ответы, работу по данному направлению мы активно продолжаем. Будем готовить перечень на 2024 год. Академия успеха. Сегодня в детском оздоровительном комплексе «Звездный» завершилась традиционная образовательная смена. Стать ее участниками могут старшеклассники, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Чем порадовала смена юных тагильчан, узнала наша съемочная группа. Миша, а куда ты меня привел? Вика, сегодня мы на Академии успеха. Академия успеха? Что это? Академия успеха – это особенная смена для одаренных ребят. Думай, действуй, добивайся. Девиз осенней смены Академии успеха. Здесь 230 ребят, которые стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников в разных дисциплинах. Юные тагильчане учились, развивались, весело проводили время, а также общались с интересными личностями города. На самом деле, когда я сюда ехала, вообще не знала, чего мне ожидать. Когда я приехала, мне сразу все понравилось. Ребята очень крутые, возжатые. Воспитатель тоже у нас очень замечательный. Все здорово, еда в столовой вкусная. Мне очень нравится. Мы обучались на курсе литературы по три часа каждый день. Это было очень интересно и необычно. То есть это не так, как в школе. Это все равно более углубленная информация именно в области литературы. Также у нас были флешмобы, концерты, конкурсы талантов и всякие развлекательные мероприятия, свечки и дискотеки. На смене велась активная подготовка к муниципальным этапам Олимпиад по школьным предметам. В честь года педагога и наставника в лагере впервые учредили педагогический отряд. Здесь ребята общались, участвовали в играх на сплочение и раскрепощение. Для детей были организованы такие курсы, как химия, физика, математика, информатика, английский язык, немецкий язык. Дети смогли улучшить свои знания, подготовиться более серьезно к следующим своим конкурсам и Олимпиадам. Нет, я сюда приехала второй раз, второй раз на осеннюю смену, мне все очень нравится, очень хороший коллектив. На Академию успеха мы готовимся к Олимпиадам, то есть решаем Олимпиадное задание по различным предметам. Лично у меня в данный момент это английский язык и здесь мы находимся шесть дней. Смена Академии успеха для тагильских звездочек проходит весной и осенью. Любите воспевать Нижний Тагил и их профессия. Вот уже целое десятилетие Центр развития туризма проводит фестивали, экскурсии, выставки для тагильчан и гостей города. На днях главный путеводитель Тагила отметил первую круглую дату. С чего началась история учреждения, какие проекты и награды особо значимы для команды Центра и что готовят для тагильчан в ближайшем будущем узнала наш корреспондент Олеся Культикова. Фестиваль рыжих, тагильский калейдоскоп, дух Урала и многое другое. Каждый тагильчанин хотя бы раз видел или слышал о праздниках и фестивалях, организованных Центром развития туризма. Вот уже 10 лет его команда показывает, как богат на исторические события, народные ремесла и уникальные маршруты наш город. За 10-летний период существования Центра развития туризма в городе Нижний Тагил было реализовано целый ряд проектов, наиболее значимые из которых, наверное, были в сфере совершенствования инфраструктуры туризма. И здесь также можно выделить несколько проектов значимых. Например, на федеральную субсидию по линии Ростуризма были реализованы первый и второй этап благоустройства набережной Тагильская лагуна. История главного путеводителя по Нижнему Тагилу началась в конце октября 2013 года. Тогда на основании постановления администрации города было создано муниципально-бюджетное учреждение Центр развития туризма. За 10 лет работы Центра развития туризма его команда организовала множество крупных событийных мероприятий, таких как массовый спуск с фонариками «Лавина», фестиваль «Открытие сплава на Чусовой», «Артамонов фест», «Экосплав оберегаем» и «Открытие горнолыжного сезона на горе Белой». При финансовой поддержке правительства Свердловской области, Министерства инвестиций, Департамент по развитию туризма реализован тоже ряд больших проектов. Это благоустройство территории Краеведческого музея, Музея изобразительных искусств, в том числе создан парк скульптуры советского периода, тоже несколько этапов он реализован. И, конечно же, установлены знаки туристической навигации, которые ведут к ключевым объектам аттракции в городе, находятся на главном пешеходном маршруте, туристическая Малахитовая линия. Всего таких знаков в нашем городе за это время было установлено 111. История Центра развития туризма богата не только событиями и проектами благоустройства, но и организацией экскурсий. Помимо Малахитовой линии туристам предлагают маршруты «История и современность тагильского подноса», «Нижний Тагил взгляд с высоты», а также трамвайные экскурсии по городу на ретро-трамвае. В 2020 году указан нашего президента Владимира Владимировича Путина нашему городу в числе 21-х было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Чтобы экскурсии были доступны каждому, команда разработала мобильные версии аудиогидов по маршрутам Тагила. И даже музей виртуальной реальности, мастерские народных художественных промыслов Нижнего Тагила. Кроме того, к юбилейному году у Центра по туризму наконец-то появился свой мерч и экскурсионный автобус. Ведь туризм – это не только гости города, но и его жители. Туристическая сфера достаточно всеобъемлющая, входит в очень многие сферы. И здесь надо понимать, что благоустраивая те или иные объекты туристического показа, туристические маршруты, мы совершенно точно понимаем, что по большей части ей пользоваться будут жители. То есть все, что мы делаем для удобства туристов, в большую часть времени пользуются наши жители. Все 10 лет Центр развития туризма поддерживал и помогал развитию народных художественных промыслов, где важным подспорьем был региональный бюджет. Общая сумма средств субсидий за период с 2013 по 2023 год составила почти 700 миллионов рублей. Но главное в любом проекте – идеи. На протяжении многих лет с учреждением сотрудничают волонтеры и студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Работы многих из них производили настоящий фурор на международной выставке «Тагильский сувенир». На сегодняшний день коллектив Центра по развитию туризма насчитывает 15 человек. Многие из них работают с основания учреждения. Я работаю в Центре развития туризма с 2015 года. Ну, практически, да, если вот первые два года, можно сказать, это было года становления учреждения. То есть вот 15-й год – это когда уже в полную силу заработал Центр туризма. Вот с тех пор я работаю. То есть это получается уже почти 8 лет. Работа очень интересная. Мне нравится работать в Центре туризма, потому что, в принципе, нет такой вот однообразной, рутинной работы. Это всегда что-то новое день от дня. Поэтому, да, конечно, я люблю свою работу. Я работаю экскурсоводом в Центре развития туризма города Нижний Тагил. Скоро уже 5 лет. За это время я провела большое количество экскурсий, как пешеходных, как на автобусе, так и на нашем замечательном ретро-трамвае. Очень рада, что я знакомлю как гостей города, так и тагильчан с великой, интереснейшей историей нашего города. И по результату получаю прекрасное впечатление от нашего города. Я работаю в Центре развития туризма 9 лет уже практически от основания. Ну, это интересная работа. Каждый раз новый, каждый день новые задачи, я бы сказала. Встречи с людьми, организация экскурсий и демонстрация Нижнего Тагила как классного города для туризма, для поездок. Каждый день мы развенчиваем тот миф, что это какой-то скучный, грустный город, неинтересный. Как среди тагильчан, так и среди гостей города разными способами. Богат Центр развития туризма не только проектами, но и наградами. В копилке учреждения Гран-при в номинации «Лучший организатор событийных мероприятий» в финале международной премии «Russian Event Awards» в 2020 году. Гран-при «Магнитный пазл 300 лет НТ» в номинации «Сувенир события» в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в 2021 году. И Гран-при «Малахитовая линия» в номинации «Лучшая экскурсия в городе» в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2023. За свою десятилетнюю историю Центр развития туризма неоднократно становился победителем международных и всероссийских туристических конкурсов за свою работу. В 2015-2016 годах Нижний Тагил, в лице Центра развития туризма, признавался столицей событийного туризма. Впереди у главного путеводителя по Нижнему Тагилу грандиозные планы. Уже 25 ноября Центр развития туризма приглашает всех желающих на открытие очередного горнолыжного сезона на горе Белой. Пленники свободы и своих мечтаний. В Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера современной интерпретации знаменитой пьесы Антона Чехова «Чайка». Все тот же символизм, те же герои со стремлением к идеалам и несбыточностью надежд, но совершенно новое видение истории сквозь призму современности. Собственную версию одной из величайших пьес Антона Чехова «Чайка» представил Нижнетагильский драматический театр. Мне было важно делать про сейчас, я текст почти не менял, я просто менял немножко, точнее не то, чтобы менял, я адаптировал культурный код. Хотелось все равно сохранить поэтику Чехова, поэтому я его не переписывал полностью, я обожаю этого автора. «Чайка» – самая не смешная и самая не сценическая комедия по словам самого Чехова, однако точно самая проницательная и реалистичная. Режиссер постановки Дмитрий Лимбас назвал свое творение холодной комедией, в которой несчастные существа находятся во внутренней миграции. Они спасаются от апокалипсиса и черной дыры, в надежде найти хотя бы каплю света. Эта пьеса – коктейль под названием «Жизнь» – из великого и низкого, красивого и пошлого. Мне кажется, всегда у театра должна быть своя «Чайка», действительно такая проверка, насколько театр может опережать свое время. Я очень рад тому, что в спектакле масса замечательных актерских работ и новые грани таланта артистов нашей труппы точно засверкали. Это однозначно. В поисках творческой свободы актеры были вместе со своими героями. Ирина Тараторкина, исполняющая роль Нины, поделилась, что они с Заречной совершенно разные и поначалу роль ей давалась большим трудом. Она более жестокая, наверное, идет на те вещи, на которые я бы в жизни чисто своему воспитанию, не знаю, может быть, каким-то жизненным принципом, да, я бы не смогла, не переступила бы эту черту. Она это сделала. Для своей «Чайки» Дмитрий Лимбас решил отойти от привычных для своих работ динамичности, иронии и абсурда и попробовать что-то новое. Но не отказался полностью. Отразил в себя эту любимую эксцентричность в спектакле главного героя Константина Треплева. После парочки разговоров я пришел в себя и подумал, блин, самое лучшее, что я умею делать, это хаос. Хаос, безумие. Почему бы вот в этом спектакле ему тогда себя не показать? Дальше уже не мой спектакль, там уже весь основной спектакль, это какая-то новая для меня режиссура. А там власть хаоса, власть бессмыслицы, мы на породе апокалипсиса. Единственное, что мы можем, это орать, когда у нас не хватает слов, когда запрещают что-то говорить, допустим. В роли писателя Треплева Дмитрий Лимбас хотел видеть именно Данила Камешкова, идеально подходящего под ту картину, которая сложилась в голове режиссера. Я пытался дотянуться до уровня Треплева, который начитанный, который что-то знает. Чего не знаю я. Да, чего не знаю я, чтобы, грубо говоря, я мог отвечать за свои слова. И вся эта история, она очень сильно во мне откликнулась, невероятно сильно. Я никогда такого, ни над одной ролью такого не чувствовал. Пьеса была поставлена всего за пять недель, а процесс создания спектакля стал вызовом для всех – и для труппы, и для режиссера. Много поисков, импровизации и больше половины измененных планов за все это время сделали пьесу именно такой, какой ее сегодня увидели зрители на премьере. «Верность творческому пути» – так называется выставка, которую торжественно открыли сегодня в мэрии. На ней представлена работа художников Нижнего Тагила, награжденных по итогам межрегиональной художественной выставки «Большой Урал-13». Экспозиция приурочена ко Дню народного единства. Бисквит. И речь совсем не о тортиках или пирожных. В Музее изобразительных искусств открылась выставка фарфоровых изделий и гравюр. Благодаря бисквиту это такой материал. Статуэтки не глянцевые, как мы привыкли их видеть, а матовые. Бисквитные вещи, они не покрываются глазурью. Требуют очень высокого качества сырья, чтобы никаких технологических трещин, мятин там не образовалось при обжиге. Поэтому бисквит не все мануфактуры фарфоровые производят по этой причине. Но если кто-то берется за бисквиты, то это требует очень тонкого подхода, чтобы показать красоту вот этой белизны фарфора. На выставке «Прелести бытия Галантного века» представлено 60 предметов из фарфора и 15 гравюр 19 и 20 века. Все изделия из частной коллекции и на подготовку такой выставки ушло более месяца. Чтобы всю коллекцию доставить в целости и сохранности, упаковывали каждую статуэтку отдельно. А теперь все они красуются в Музее изобразительных искусств. Поражает не только многообразие персонажей, сюжетов, но и техники, в которых выполнены сами изделия. Можно познакомиться с кружевным фарфором. Для меня это удивительное на самом деле знакомство. Впервые я вижу такие работы. И особенно интересно было познакомиться с технологией создания такого фарфора. Интересно, что во многих композициях есть совмещение бисквита, то есть не покрытого глазурью фарфора, а как раз таки с покрытым фарфором. Позолоченных и расписных пастухов и пастушек, дам и кавалеров, детей и животных можно своими глазами посмотреть на выставке до 21 января. Обо всех техниках и истории создания такого материала с удовольствием расскажут экскурсоводы. Какой бывает фарфор? Оказывается, не только расписной или позолоченный, но и кружевной и бисквитный. Какие техники производства фарфоровых изделий использовалось в 19-20 веке? На все вопросы найдутся ответы на новые выставки «Прелести бытия голландского века» в Музее изобразительных искусств. Наш корреспондент Александра Хайкина уже там побывала. Теперь вас приглашает. Камышовый кот из мозаики «Деревянные розы в ночи». Представленные работы тагильских художников, казалось бы, в разной тематике и технике выполнения. Но кое-что их все же объединяет. Все они отмечены наградами разного достоинства на межрегиональной художественной выставке «Большой Урал-13». Мы представляем выставку, на мой взгляд, очень интересную, саму по себе. И особенно вдвойне она интересна тем, что здесь представлены наши награжденные художники, которые получили достойные высокие награды поучаствовать в выставке «Большой Урал-13». У меня представлена новая работа. Это декоративное блюдо деревянное, посвященное нашей тагильской росписи. Потому что это сейчас для меня одна из ключевых таких тем. Стало очень интересной, посвященной нашей тагильской розе. У меня здесь четыре работы, четыре мозаики, исполненные в технике флорентийской мозаики. Я так, для разнообразия, как бы, разно, скажем, сортный показал, чтобы, ну, разные камни где участвуют, и тематика тоже разная там. Выставку назвали «Верность творческому пути». И не просто так. Участвующие в ней шесть тагильских художников преданы своему делу долгие годы. Кроме того, выставка приурочена к предстоящему Дню Народного Единства. Поздравить с праздником и лично вручить почетные награды художникам пришел глава города Владислав Пинаев. Эта выставка, которая сегодня здесь открывается, она посвящена действительно Дню Народного Единства. Это государственный праздник, который определен указом президента Российской Федерации. Наша страна, на самом деле, великая страна, она многонациональная страна. И День Народного Единства – это тот день, когда мы все действительно говорим о том, что мы сегодня, мы все вместе, мы все вместе, объединяет нас один человек. Это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Выставка «Верность творческому пути» будет доступна на третьем этаже администрации города в течение ноября. Завтра после оттепели временное похолодание. И потом вновь длительная волна теплого воздуха вернет нас в середину октября. Снег, вероятно, сойдет полностью. Днем синоптики прогрозируют до плюс четырех градусов. На этом сегодня ставим точку. Я с вами прощаюсь и хороших выходных.